Здравствуйте! Это «Дела судебные» в студии Маргариты Юргенсон. Смотрите сегодня. Последствия неисполнения обязательств по договору поставки товара. Несвоевременная оплата товара по договору поставки и недопоставка товара. Мнение истца и ответчика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Истиции был внесен аванс в размере 15 тысяч, а в дальнейшем оставшиеся 45. Однако ответчик, взятый на себя обязательства по передаче мебели, в срок не выполнил. Истица обратилась к ответчику с претензией с требованием о возврате денежных средств. Однако данная претензия ответчикам была проигнорирована. Истец спросил в суд взыскать с ответчика денежную сумму в размере 60 тысяч рублей в счет предварительно оплаченного товара. Неустойку 150 тысяч, моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Ответчик иск не признал, просил снизить размер штрафа и неустойки. Суд не согласился с расчетом истца. Но поскольку законом прямо предусмотрено взыскание неустойки в рамках данных правоотношений, а сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать сумму предварительной оплаты товара, с ответчиков в пользу истца подлежала взысканию неустойка за нарушение срока по передаче товара, которая в итоге составила 13 тысяч 420 рублей. С учетом заявленного представителем ответчика ходатайства о снижении размера штрафа, эта сумма была снижена до 4 тысяч рублей. Кроме того, истицей на приобретение товара был оформлен кредит в банке на сумму 45 тысяч 300 рублей на оплату приобретенного товара. На данную сумму истцом были уплачены проценты за пользование заемными денежными средствами на общую сумму 3500 рублей. Данный факт ответчикам не оспаривался, а потому сумма процентов также подлежала взысканию. Помимо этого суд определил размер денежной компенсации и возмещение морального вреда в сумме 1 тысячи рублей и штрафа. Советский районный суд Казани решил, исковые требования о взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить частично. Однако и покупатель не всегда прав. Гражданка обратилась в суд, указав, что в соответствии с договором поставки она обязалась поставить ответчику автозапчасти на сумму 75 тысяч рублей. Ответчик произвела предоплату в размере 29 тысяч. Согласно расходным накладным, ИСЦУ были поставлены автозапчасти на всю сумму. Однако ответчик не уплачивал оставшуюся сумму в размере 46 тысяч. Истец просил из суд взыскать с ответчика неоплаченную сумму. Ответчик иск не признала. Обратилась со встречным иском к ИСЦУ, указав на ненадлежащее исполнение договоров поставки. Ею были зафиксированы недостатки поставленных запчастей. Кроме того, товарная накладная с ее слов ей не была предъявлена, соответственно, не подписана. Дата доставки запчастей покупателю неизвестна. На этом основании она просила обязать ответчика передать ей непереданные детали к автомобилю, произвести замену тех, которые оказались непригодными. Кроме того, просила взыскать с продавца неустойку за просрочку передачи товара и проценты на сумму неосновательного обогащения. Выслушав мнение сторон, Свод пришел к следующему. Факт доставления автозапчастей не оспаривался. Мастер, восстанавливающий поврежденный автомобиль, подтвердил их доставку. Со стороны поставщика имеется недопоставка товара, а также повторяющиеся автозапчасти. При этом каких-либо претензий со стороны покупателя на недостачу товара не было. Также не было указаний насчет срока поставки товара, что подтверждается тем, что покупателям произведена оплата товара по накладной, где фиксированы все наименования товара согласно заказа. Суд пришел к выводу о том, что со стороны ответчика усматривается злоупотребление своим правом, так как при получении запчастей, заказанных ею, она каких-либо претензий не предъявляла. Оплачивала за товар ту сумму, которая указана в заказе. Если бы были недопоставленные запчасти, то она могла указать это в накладной и оплачивать за товар с вычетом стоимости отсутствующего товара. Альмедевский городской суд решил. Иск удовлетворить. Взыскать с покупательницы в пользу продавца 46 тысяч рублей. Во встречном иске отказать. Каждый должен выполнять свои обязательства. И продавец, и покупатель. И помните, все равны перед законом и судом. С вами была Маргарита Юргенсон. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова